Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко, Илья Приходько. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде много территорий, к благоустройству которых власти возвращаются раз за разом из года в год. Одна из таких территорий — Гребнёвские пески. Что ждёт Гребнёвские пески, власти обещают услышать нижегородцев, которые будут предлагать свои варианты развития этой территории. Что там может появиться, обсуждаем в прямом эфире. День за днём. Мы начинаем. День за днём. Не поняли, а что это? Где это? Какие пески? Более того, когда нашим с тобой ровесникам говоришь про эту территорию, Гребнёвские пески, многие думают, что это Гребной канал и нужно апеллировать вот к тому участку. Но нет, это совсем другая история. Это, если вы вдруг не знали, территория в Нижнем Новгороде между Канаинским и Метромостом. Вот очередной раз власти обещали с этой территорией что-то сделать. Но согласитесь, географический центр Нижнего Новгорода. Вот этот остров Накия с заросшей деревьями. Почти дикая территория. Многие действительно радуются тому, что эта территория сейчас вот такая зелёная, что там птицы живут и вообще как-то по-другому она зажила. А кто-то говорит, что действительно нужно возвращать то, что было раньше, чтобы это была песчаная насыпь, чтобы люди могли туда каждое лето приходить отдыхать. И мы, готовясь к сегодняшнему эфиру, посмотрели, как средства массовой информации сообщали о планах относительно этой территории. У нас есть небольшая подборка, давайте посмотрим. Ну вот, 2008 год. Гребнёвские пески наконец-то причешут, пишут нижегородские СМИ. Набережную Аки вблизи нижегородской ярмарки застроят магазинами. 2008 год. Это было 10 лет назад. Идём дальше. Значит, поставили мы засечку про 2008 год. Год 2010-й прошло два года. Гребнёвские пески замешают в цемент. Остров на Аки застроят гостиницами и ресторанами. Очередной проект, который повисает в воздухе. Что осталось с предыдущим проектом, никто не знает. Следующий принтскрин. Делаем шаг в 2015 год. И что мы видим? Пляж на острове Гребнёвские пески может быть открыт этим летом. Но, зная о предыдущей истории, а может быть и не открыт, так и хочется сказать сразу. Ладно. Это заявление было сделано при Олеге Кондрашове. Андрей Чертков тогда пытался действительно разобраться как-то с этой ситуацией. И понять, а можно ли там сделать пляж, как это было когда-то. Ну и вот относительно свежие реплики. Вторая жизнь ожидает заброшенный пляж в центре Нижнего Новгорода. Конец августа 2018 года. Вот уже глава Нижегородской области Глеб Никитин инициирует общественное обсуждение дальнейшей судьбы Гребнёвских песков. Продлится все это до 30 сентября. И, со слов главы региона, мы, нижегородцы, решаем судьбу Гребнёвских песков. Не увязнем ли мы в очередной раз в этой территории, в Гребнёвских песках, будем рассуждать в прямом эфире. И это будем обсуждать уже в ближайшее время. Ну а прямо сейчас время новостей наступает. Мы приглашаем в студию нашу коллегу Ольгу Максимову. Оль. Добрый день, Оксана Илья. Я готова рассказать о самых главных событиях к этому часу. Это время новостей. Итак, сегодня вторник, 4 сентября. О том, что уже произошло в Нижнем Новгороде и области, к этому часу в материалах наших корреспондентов. Банковские автоматы в России перестали принимать пятитысячные. Причина. Массовый вброс фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей. Ущерб пока не оценен. Однако, информагентство пишет, в среднем каждый банк мог потерять до нескольких миллионов рублей. Похожая ситуация происходила в стране около пяти лет назад. Предупреждение не принимать крупные банкноты поступило в банки от компании-производителя банкоматов НСР. Теперь, отвечая на вопрос, какими купюрами вам выдать деньги, наверное, лучше не выбирать крупными. Стоит отметить, это касается только старых моделей банкоматов. Возможно, данный случай приведет к их замене. Пас парашют через всю площадку от Филиппа Хольма прямо на клюшку Дениса Паршина, несомненно, войдет в аналог ЭХЛ. А для питерского СКА этот гол стал настоящим пыльным мешком по голове. Северные армейцы по ходу матча ввели 2-0 и 3-1. Но автозаводцы словно не замечали отставания в счете, а просто методично его корректировали. По сути, гости выиграли только первый период, а в оставшихся доминировали исключительно нижегородцы. 26-я минута Саболич, 38-я минута Галузин. На 57-й в большинстве Антон Шенфельд сравнивает счет. Ну а точку в матче поставил уже озвученный ранее Паршин. И на это, согласитесь, можно смотреть бесконечно. В 4-3 победа Торпедо и уже завтра на льду Нагорного принимаем Минское Динамо. Глава региона Глеб Никитин сразу после победы Торпедо пришел в раздевалку игроков и лично их поздравил. Нижегородцы показали настоящий бойцовский характер, заявил глава региона. Спасибо огромное, что не подвели. На самом деле это действительно подрастающий выход. После победы в дебютном матче сезона. Общее фото на память. Пожилой мужчина, которого вытащил из горящего дома. Оперативный дежурный Александр Посякин легко отделался. Слегка обгорели волосы на голове и руки. А ведь если бы не полицейский, пострадавший мог бы погибнуть в огне. Александр Посякин в тот день был не при исполнении. Помочь погорельцам полностью его личная инициатива. Проезжая по улице 1 мая, в городе Розамаса, заметил возгорание дома. Большое количество машин проезжало мимо. Помощь никто не оказывал в данный момент, когда я там проезжал. Решил остановиться и оказать содействие, врушение, в помощь. Самостоятельно из дома выбрались женщина, ребенок и молодой человек. Они сказали полицейскому, что в здании больше никого нет. Но Александр лично решил проверить это. Оббежал дом вокруг и увидел в окне мужчину. Мужчина пытался вылезти. Я видел то, что у него не получается, но он не мог. Через окно покинул горячий дом. Я сломал забор, убежал к дому и через окно оказал помощь. Вывалок этого мужчины на улицу. Коллеги Александра ничуть не были удивлены его поступку. До данного сообщения от него, честно говоря, я был не удивлен. Потому что он сотрудник ответственный, длительное время с большим опытом работает. Понимает всю ситуацию сложившуюся и адекватно отреагировал. Сам Александр Посякин не ощущает себя героем. По его мнению, любой хороший человек, даже не обязательно полицейский, в подобные ситуации поступил бы точно так же. Юлия Калинина, Время новостей. Сегодня в Нижнем Новгороде наградят победителей сироссийской спартакиады пенсионеров. Это состоится в рамках конференции Союза пенсионеров России «Мы за активное долголетие». Награждение ждет победителей пятой спартакиады пенсионеров России, проходившей в Новосибирске. В состязаниях, включавших в себя шесть дисциплин, а также сдачу норм ГТО, приняли участие 600 спортсменов-любителей в составе команды из 67 регионов России, а также семь зарубежных стран – Белоруссии, Германии, Испании, Казахстана, Китая, Польши и Сербии. По итогам трех дней соревнований первое место в общекомандном зачете завоевала команда Нижегородской области. Средний возраст участников спартакиады составил 60-69 лет. Кроме того, на конференции будут подведены итоги работы регионального отделения Союза пенсионеров за 10 месяцев. В минувшие выходные Арзамас отпраздновал 440-летие со дня основания. В этот день в городе прошла праздничная программа «Город древний, город славный». Ее посетили более 93 тысяч жителей. Основная программа развернулась на стадионе «Знамя о днем». Гостей праздника катали на аэростатах, вечером концерт, а небо озарил салют. Мы с каждым годом делаем все лучше и лучше и лучше. Сейчас, как вы видите, сцена у нас с экранами, с музыкантами отличными. Количество людей все увеличивается, они на позитиве. Много народу, очень весело, артисты хорошие. В Фоке-Мещерске стартует международный мини-футбольный турнир Кубок Чкалова. Турнир откроют с собой в регионе профессиональный сезон 2018-2019. В этом году в борьбе за почетный трофей сойдутся 6 команд. МФК КПРФ-2, МФК Алмаз-Алроса, СК Волга-Саратов, СК Мосполитех. Чемпион Армении МФК Лео и Нижегородский Аркхим. Церемония открытия начнется в 18.30, а сразу после первая игра, в которой сойдутся Лео и Аркхим. Традиционные предсезонные соревнования, проводимые под эгидой Российского футбольного союза и Ассоциацией мини-футбола России, станут вторыми по значимости после международного евразийского турнира Кубок Еременко и пройдут с 4 по 8 сентября. И прямо сейчас в Нижнем Новгороде награждают победителей Всероссийской спартакиады людей старшего возраста. В областном центре проходит конференция регионального отделения Союза пенсионеров России. А вот что еще будет проходить в Нижнем Новгороде области. В 15.00 председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев наградит победителей муниципальных конкурсов. Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе городского округа города Бор. И самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома на Бору. В 17.30 в Фоке Мещерский стартует международный мини-футбольный турнир Кубок Чкалова. И на этом пока все. Самая актуальная информация уже через час. Оксана, Илья. Спасибо. Ольга Максимова в нашу студию вернется ближе к концу программы с актуальной информационной повесткой. А мы возвращаемся к теме нашего эфира. Вместе обсуждаем с вами судьбу Гребневских песков. Территория, которую обсуждают, как мы выяснили в начале эфира, уже 10 лет. И пытаемся разобраться, нужно ли что-то менять. Или оставить ее такой зеленой, как она есть сейчас. Ну вот с одной стороны может показаться, что без этой территории ну никуда. Постоянно, когда говоришь о Гребневских песках, многие вспоминят, а да, там же ведь был пляж, там ведь мы ходили. Та-да, да, не уточняя при этом год. И люди говорят, конечно, надо восстанавливать. Но есть и те, кто не понимает, зачем это нужно делать. Вот мы пытаемся сегодня и у вас спросить, уважаемые наши телезрители, и более старшего поколения, и более молодые, а вот нужны ли вот эти вот пляжи на Гребневских песках. Как вы считаете, телефон прямого эфира 434-3477. Звоните или оставляйте свои комментарии в группе ВКонтакте. Называется она «День за днем». Также накануне мы разместили опрос в Фейсбуке. Там также можно оставлять комментарии и голосовать. Все итоги подведем в конце нашего эфира. И также обращаем внимание на наш интерактивный опрос в ВКонтакте. Что можно было бы разместить на Гребневских песках? Нам сейчас власти обещают, что выслушают все предложения нижегородцев, а потом примут какое-то окончательное решение. У нас для вас три варианта ответа сегодня. Наши три предложения, которые вы можете поддержать. Хоть сейчас включай. Вариант первый для голосования – парк с прогулочной зоной. Ну, действительно, пришел туда красиво. Вода с одной стороны, вода с другой стороны. Прогулялся и вернулся на территорию города. Может быть и так. И именно там относительно тихо может быть, вдали от городской суеты. Вариант второй в нашем опросе – пляж и спортплощадки. Вот это было бы неплохо. Все, весь зеленый массив снести под корень, насыпать песка, если не хватает, найти тот старый песок. Ну и пусть, пожалуйста, волейбол, баскетбол, пляж, все что угодно. Да, все там. Но это только тогда на лето получается, а дальше территория не задействована? Ну, я не знаю, здесь уж пускай специалисты рассуждают. Наше дело предложить. Вариант третий и такой коммерческий, как мне кажется, больше – кафе, рестораны и причалы для яхты. Для людей более состоятельных, которые готовы потратить деньги на хорошее удовольствие. Я хоть и несостоятельный человек, но я проголосовал именно за этот вариант в нашем опросе, потому что мне кажется, красиво было бы, если в центре Нижнего Новгорода был причал для яхт. Эти красивые суда, мачты, лес мачт качающийся. А у нас есть такое количество яхт, которые туда будут приходить? Согнать можно найти. В общем, выбирайте любой вариант. Итоги в конце нашего разговора обязательно подведем. А сейчас предлагаем посмотреть видеоматериал наших коллег. Они попытались разобраться, что это за территория Гребневские пески и как она развивалась в последнее время. Остров в протяженности около двух километров намыт в течении маки из речного песка. С древних времен использовался как место стоянки торговых судов и рыбацких лодок. Когда-то здесь были торговые ряды Нижегородской ярмарки. Более того, Гребневские пески даже соединялись с набережной железной дорогой. После 30-х годов 20-го века Нижегородская ярмарка пришла в упадок и остров опустел. Нижегородцы помнят его как городской пляж. Раньше мы ходили, пляж здесь был. Ездили с сыном, по мосточкам спускались и тут купались. С 2008 года Городская дума Нижнего Новгорода и Городостроительный совет области выдвигали свои варианты по освоению этой территории. Среди них культурный комплекс, комплекс ресторанов, многофункциональный центр. Более того, в 2010 году появился инвестпроект, в соответствии с которым предполагалось построить на острове плавучий город или город на воде и подвезти к нему ни много ни мало линию метро. Дальше проектов дело не пошло. Горожане уже не надеются на их воплощение. Вы знаете, сколько надо денег уложить? Чтобы сделать здесь что-то. Нет, нет, ничего здесь не сделаешь. Абсолютно. Многие бы старались, но ничего не сделают. Единственное, что это может сделать городской пляж. Знаете, за что я люблю некоторых, не только нижегородцев, а вообще наших соотечественников, они начинают сразу считать деньги. Да нет, дорого, да вы посмотрите. И пошел куда-то в закат человек. Ну это хорошо, это хорошая такая черта русского человека, когда копеечку нужно беречь. Особенно государеву копеечку. Мы приглашаем прямо сейчас первого гостя для нашего сегодняшнего разговора. Экс-директор департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода. Михаил Романович в нашей студии. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Рада вас приветствовать. Вот сегодня, когда мы смотрели скрины тех самых старых заголовков, вспомнили эту историю? Когда она начиналась еще при вас, когда вы были директором департамента градостроительства? Да, было в свое время, когда я возглавлял департамент, это, наверное, 2008-2009 годы, пара проектов от московских инвесторов, о которых сегодня уже было сказано. Один проект был попроще, там более легкие конструкции, строение из более легких конструкций, некапитальные. Больше упор делался на благоустройство, на спортивные площадки, волейбольные, баскетбольные, футбольные, детские площадки. На грибной канал, в общем, похоже на современный. Да, 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 значит, как бы с меньшими капиталовложениями, больше территорию благоустроить. А второй вариант? Второй вариант был более капитальный, это вот только что был показан такой планировочный документ, который был на тот момент разработан, и москвичи, я помню, достаточно активно его продвигали, и на инвестсовете, и у губернатора, значит, совещания собирались. Там предлагалось уже более капитальные сооружения построить, в том числе и гостиницы, и ресторанные комплексы, и кафе, понятно, там, без строя и так далее, ну, то есть, такой сеть общепита. Ну, и в том числе, также благоустроить территорию, и там подобие их клуба предполагалось. Ну, более серьезное вложение. Да, более серьезное вложение. Ну, смотрите, два проекта, которые не осуществились, как вы думаете, по каким причинам, может быть, тогда еще, когда вы возглавляли департамент, было понятно, почему это не произойдет? Или это была долгая история? Ну, причин, на мой взгляд, несколько. Первая причина была, как-то, значит, депутаты городской думы достаточно скептически отнеслись к этим проектам и, ну, скажем так, не поддержали этих инвесторов в плане, может быть, есть как бы соль в этих действиях. То есть, они-то родили за нашу нижегородскую землю, как бы за наш, значит, ландшафт, за вид, как бы на берегах наших рек и боялись, что как бы не испортить ситуацию. Как бы хуже не стало. Да, как бы хуже не стало. Лучше кустарники, да. Потому что мы понимаем, что, значит, строительство капитальных сооружений нам требует достаточно больших работ. Во-первых, вы уже говорили о том, что там намыть песку, это не так просто. Значит, если мы строим капитальные сооружения, то нужно намывать до точки незатопления, соответственно, это где-то поднимать до уровня площади Ленина. То есть, это соответствующие откосы из бетона или других дорогостоящих материалов на сегодняшний день. Проведение туда коммуникаций, это, значит, серьезные трубопроводы, там, вода. А, то есть, просто вбить сваи не получится, да? Не получится, ребята. Потому что мы живем в 21 веке, и на сегодняшний день эти вещи, они, в общем-то, определенные требования, значит, должны соответствовать определенным требованиям. Есть, значит, городостроительные правила, нормы. Вы упомянули проект, у нас есть изображение, мы хотим просто понять, это вот тот самый проект, просим вывести на экран, что предлагалось сделать на Гребневских песках, видимо, вот тогда, в то время. Территория острова, если вы не видели, да? Ну, вот она, собственно, показана, зона укрепления, как мы понимаем. И в совокупности с территорией площади Ленина, там предлагалось несколько разбавить функционально эту территорию. Здесь и пешеходно-ярмарочную набережную, и пешеходную зону, и пляж, и парковую зону, и пристань, и так далее. Там, по-моему, и гостиница были. Это вот то, вот про это мы сейчас говорим. Да, совершенно верно, совершенно верно. И, по-моему, должна быть еще одна картинка, которая показывает функциональность. Возможно, да, возможно, мы ее увидим. Но вот такой проект оказался, в общем, не востребован в Нижнем Новгороде, опять же. Ну, в тот момент была ситуация в стране экономической, скажем, более такая благоприятная. А пока шли вот эти обсуждения, ситуация ухудшалась и ухудшалась. И, соответственно, один инвестор сначала пропал, потом и второй также пропал. Он, значит, побился, побился, год-два походил, пороги пообивал, ну, и в конечном итоге тоже пропал. А вот как вы думаете, та инициатива, которая сейчас предложена главой региона, опять вернуться к этому проекту, это правильно? Нужно что-то менять? Ну, то, что, значит, требует внимания эта территория, это действительно так. Значит, территория в центре города, она у всех на виду, и у горожан, и у гостей города. Да, вот, но действительно, значит, необходимо не только, как бы, экспертные мнения, да, по отношению к этому. Нужно собрать, как бы, максимум мнения и информации. Абсолютно с разных сторон, да, для того, чтобы картинка была объективной. Да, с разных сторон, чтобы правильно оценить ситуацию, да. Вот, ну, если вы, как бы, мое мнение спросите, то я, в принципе, к этому уже подводил. То есть, если на сегодняшний день что-то строить достаточно серьезное, то, что соответствует нашему сегодняшнему, как бы, уровню, сегодняшним требованиям, то это большие капиталовложения, и на сегодняшний день я не знаю, кто готов бы вложить такие деньги. Потому что, кроме того, что я сказал, значит, намывать и строить, значит, берегоукрепительные сооружения, туда надо делать какой-то мост, то есть простой понтонный мост, который был там в нашем детстве, понятно, что он на сегодняшний день не пройдет ни по каким нормативам. Нужно понимать, туда и будут ездить машины, или туда просто будут люди ходить, пешеходы и на велосипедах. Мы в фейсбуке спросили у людей, тут вариантов самых разных нам накидали. Например, пишет Марина, должна быть комфортная зона отдыха, место очень доступное, удобно добираться, не то что грибной канал. Есть ли мнение противоположное? Петр пишет, вообще не надо разворачивать никакой деятельности. Цитирую, как правило, она заканчивается разворованием бюджетного бабла. Но тут частные инвестиции, когда Михаил сказал, что нет такого инвестора, который готов был прийти на эту площадку, я, знаешь, на минуточку задумалась. Есть такая партия? Не случится ли так же, как у нас было с набережной, которая была закрыта несколько лет, потому что инвестор не справился с этой площадкой? Но справился, но сделал ведь. Да, конечно, тут включились другие механизмы. Мне очень нравится вариант от Юрия, который он в фейсбуке написал по поводу гребневских песков. Нужно построить бизнес-центр и объявить его офшором. Я не знаю, тут либо человек глумится, либо действительно предлагает... Вот сколько идей. Но Михаил правильно ответил, опять же, что нужно собрать группу компетентных лиц, которые абсолютно с разных сторон рассмотрят эту проблему. А знаете, что очень нас, например, приятно удивило? Мы собрали некий массив информации об островах, которые в черте города есть. И нам очень понравился Париж. Давайте посмотрим. Там есть остров Сите, называется именно так. Там находится собор Парижской Богоматери, если вдруг кто не знает. Вот так остров выглядит с высоты птичьего полета. Немножко похоже. Понятно, что здесь другая историческая среда, и Париж скорее из этого места начал вырастать. Но здесь плотная городская застройка, в общем-то, историческая. И без всяких изысков. Ну, симпатично. Мы могли бы сделать так же? Я думаю, что... Или у нас нет такой задачи ни к чему. У нас такой задачи нет, и я думаю, что у нас немножко другие природные условия. Кстати, путешественники говорят, что несмотря на то, что это самое сердце Парижа, там всегда очень тихо. И если хотите уйти с шума городских площадей, то отправляйтесь на остров Сите. Ну ладно. Сейчас на гребневских песках тоже тихо, может быть, не стоит ничего думать. Кукушечки, дятлы там всякие, да, и так далее. Давайте еще одного человека пригласим в нашу студию, который наверняка нам даст ответ. И тем нашим телезрителям, кто считает, что невозможно возродить гребневские пески, поскольку там есть проблемы с судоходством. Доцент кафедры судовождения и безопасности судоходства в Ужского университета водного транспорта Александр Бражников. Нам присоединяется. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, серьезный человек в погонах сразу пришел. Я так сразу даже начал выправляться, так осанка отсюда появилась, когда ее не было. Александр, вы действующий капитан? Да. То есть, товарищ капитан, в капитанские погоны? Да. Так. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Ну это уже милиция, скорее полиция. На самом деле, вот часто власти апеллировали к тому, что если возвращаться к теме возрождения гребневских песков, нельзя это сделать, потому что там и судоходство активное, и нужно будет что-то менять. Вот вы, как компетентный человек, что можете сказать в ответ такой реплике? Ну, с точки зрения судовождения, я бы сказал, что вот пляжный проект такой, если будет, то он проблем для судовождения и для судоходства, проблем никаких не будет. Потому что основной судовой ход у нас проходит между правым берегом и этим островом. И к тому же он еще, вдобавок, у нас огражден плавучей обстановкой. А как правило, у нас ведь судоводители соблюдают правила плавания. Забакины и прочие, что не забывают. Поэтому проблем никаких не должно быть. Подождите, но все-таки там же сейчас какие-то теплоходы и какие-то яхты. Некладшие такие яхты, да, катаются. Это уже в Воложке, в самой Гребневском канале. Но это уже там надо вопросы задавать тем организациям, которые дали добро на постановку этих дебаркадеров и, соответственно, принадлеживших им прогулочных судов. Можно как-то эту ситуацию безболезненно поменять? На уровне региона, например? Да. Да, и те, кто там сейчас проходят, были счастливы? Просто-напросто это с ними обговорить. Может, другое место им найти. Допустим, не у левого берега стоять, а у правого берега поставить. И проблем-то не будет. То есть это не самое сложное. Вот что происходит в прямом эфире НТВ? Скептики говорят, нельзя там суда кораблей. Эксперты говорят, что все это на самом деле можно. Главное подойти не к этому с умом. А что говорят телезрители? У нас есть телефонный звонок. Напомню, телефон прямого эфира 434-34-77. Добрый день, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А моя фамилия Пронин Константин Николаевич. На Гребневских песках 58 лет назад мы познакомились с будущей моей женой. Это было прекрасное место отдыха. Мое предложение. С верхней части, не доходя плашкоутного моста, очистить пески от зелени и предоставить чудесный пляж нашим нижегородцам. Там прекрасная зона отдыха. То есть в сторону стрелки сделать пляж, да? В сторону стрелки, правильно понимаете? Спасибо вам. Спасибо. Вот, Александр, согласны с таким предложением. Это самое правильное и разумное, да? Это оптимальный вариант. А почему? Ну, это человек с обывательской точки зрения говорит, а вы как специалист. А все равно там же проблем-то не будет ни с судоходством, ни с чем. А для горожан это очень удобно. Вопрос, на самом деле, и ты его задавал в самом начале, до того, как появились наши гости в студии. Вопрос сезонности этой территории. Если мы ее отдаем под пляж, под парк, то это 4 месяца в году от силы, да? Пока там вода не сильно высокая и так далее. Что делать остальное время года? Михаил. Наверное, Михаил, да. Вот инвесторы, когда приходили, они какие варианты рассматривали? Ну, зимой можно использовать, опять же, в физкультурно-оздоровительных целях эту территорию. То есть там можно кататься на лыжах. Вполне вероятно, если летом играют в футбол, то зимой можно играть в хоккей. Поэтому каких-то в этом плане особых проблем здесь не видно. Главное, чтобы организатор хороший попался. Слушайте, а давайте смоделируем ситуацию, Михаил. Вы инвестор, у вас там есть какие-то деньги, банковские гарантии. Я не знаю, что надо для этого. Вы бы, как инвестор, эту территорию как бы, прежде всего, использовали? Если честно, я бы эту территорию никак бы не стал использовать. Вам, как инвестору, в общем-то, неинтересно. Потому что я вижу, что в Нижнем Новгороде есть много других территорий, которые требуют вложения и гораздо, скажем, меньше проблем, чем у этой территории. Есть красивые набережные, что на левом берегу, что на правом. Они требуют такого же внимания и соответствующих капиталов вложений. И гораздо проще их благоустроить, на мой взгляд. Александр, а вы, с человеческой точки зрения, как рассматриваете эту территорию? Все-таки она должна быть пляжной зоной. Вы бы как проголосовали. Или вот тот зеленый массив, тот, который есть сейчас? Нет, конечно, для нижегородцев фактически в районе этого города у нас пляжей нет. Во всех городах есть, а в Нижнем Новгороде пляжей нет. Соответственно, надо как-то что-то сделать с этим делом. Поэтому я думаю, что пляж обязательно нужен. А я-то думал, вы как человек, который близок к воде и по духу скажете, надо сделать там причалы, надо сделать, чтобы там порт был, обучать молодежь на яхтах ходить и так далее. У нас Нижегородский порт большой, сам по себе район. Поэтому причалов вполне хватает. Чтобы остров задействовать под причалы, я не считаю, это бесообразно. Ну вот уже что-то становится понятно. Я думаю, что мы можем... Это только начало пути нашего. Это только начало. Но, по крайней мере, мы получили ответ на несколько животрепещущих вопросов. Мы благодарим наших гостей. Сейчас мы прервемся на рекламу в прямом эфире на НТВ, после чего в нашей студии появятся еще люди. И мы продолжаем вас спрашивать, а вот вам-то территория Гребневских песков, как пляжная, как зона отдыха, да любая другая вообще нужна? 4-3-4-3-4-7-7. Дозванивайтесь, высказывайте свои точки зрения. Мы обязательно все в конце эфира подытожим. Я думаю, что вот тот массив мнений, который прозвучит у нас в эфире, также можно будет перенаправить к главе региона для того, чтобы можно было делать какие-то выводы. Нужны ли городу Гребневские пески в любом виде? В виде пляжа, прогулочной зоны или, может быть, территории капитального строительства с гостиницами и прочими развлечениями? Кстати, там бы, наверное, колесо обозрения хорошо посмотрело. О, а технологически это возможно. Нужно узнавать и разбираться вместе со специалистами. Но вот я говорила, что в Фейсбуке мы разместили голосование, что нужно делать с этой территорией. И голосование варьировалось абсолютно по разным вариантам. Кто-то говорил, и 70% сразу было, что давайте сделаем благоустроенную территорию. Проходил буквально час, и 70% уже было за то, чтобы оставить зеленые территории, как это и есть сейчас. Стабилизировалось. Сейчас 64% пользователей наших зрителей в Фейсбуке говорят, что надо остров прибрать вообще. 36% выступают, чтобы не трогать. Деревья, кустарники, пусть там они дальше растут. Елена говорит о том, что нужно оборудовать пляж. Живем на Волге, а купаться негде стыдно. Лилиана дозвонилась и также говорит, что нужен благоустроенный парк с прогулочной зоной. Кто-то пляж, кто-то парк, но я думаю, что это легко совместить. У нас есть зрители, которые воспоминания передаются. Николай пишет, я в 80-х мальчишкой туда ездил купаться и с родителями, и с друзьями. А вот Людмила пишет, что купальный сезон от силы месяц, зелень 5, и вода непригодна. Все сливают в реки, в рот, что их чистят. У нас есть на телефонной линии сейчас на телефонной связи эксперт. Это директор Центра инновационного дизайна, разработчик того самого проекта. Город на воде. Который мы с тобой видели уже мельком на нашей видеостене. Город на воде называется этот проект. А человека зовут Максим Полищук. Максим, добрый день. Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Максим, ну смотрите, в очередной раз у нас заговорили о возрождении Гребневских песков. Вы приветствуете эти разговоры или все надо оставить в прошлом? Нет, я думаю, это очень хорошее решение. Я думаю, все жители города, которые когда-то купались на этом пляже, обрадовались, но я думаю, молодежь тоже заинтересуется этим проектом. Максим, ну мы как жители Нижнего Новгорода радуемся вот этим новым проектом каждые два года, но почему-то ни один из них не реализовался до сих пор. Почему ваш проект так же повис в воздухе? Ну, ответ достаточно развернутый, не очень короткий. Значит, вот я хочу напомнить, что где-то там в девятом-десятом году вот межрегиональная инвестиционная компания, значит, выставилась с инициативой создания некого культурного и рекреационного центра на этом острове. Огромную работу мы проделали, связанную с кадастрами, с земельными комитетами, с градостроительными советами. Кстати, решение герой строительства по этапу на освоение, оно вполне сейчас может быть и как-то и реанимировано. А не получилось потому, что этот проект находится в ситуации острова, который затапливается. В нашей стране подобных проектов, реализованных, практически нет. Инвесторы наши, они устроены, в общем-то, в принципе, понятно как. То есть, если примеров подобных проектов нет в нашей стране, то сразу терялся интерес, потому что это какие-то, значит, сложности есть, увеличиваются риски и так далее. Страх за собственные деньги, все справедливо здесь. Да, это, да, и здесь, собственно, один из выводов нашей вот этой большой работы, ну, можно долго там рассказывать о разных нюансах, все-таки мы очень много сделали и много провели выставок, провели воркшоп на стрелке, возили этот проект на презентацию в МИПИН, в Канны, ну, и так далее, и так далее. Но, вот, один из важных выводов вот неудачи этого проекта связан с тем, что вот эти инфраструктурные вещи связаны с мостом, с защитой от паводка, инвесторы не в состоянии эти вопросы решить, это сложные инженерные вопросы, и если бы на тот момент, значит, вот власти, город помогли с организацией вот этих вещей, мы там уже, собственно, проработали уже аренду этого моста понтонного и уже там договаривались с баржей. То есть не хватило административной какой-то воли, сейчас думаете, что она есть? Да, но воля была связана, и вот сейчас воля тоже будет, ситуация будет та же самая, сейчас будет множество предложений, интересные концепции, вот 18-го числа, кстати, будет круглый стол в Нижнем Новгороде с представителями администрации, архитекторов и так далее, и там все, если будут прекрасные разговоры о содержании этого острова, но они все, они будут все утыкаться в простой вопрос. Построить мост построили, песок завезли, но сейчас уже не 70-й год, на пляж, на какое-то обслуживание, какие-то кафаки, детские площадки, какие-то, а это значит надо заводить электричество, это надо заводить канализацию, инфраструктурные серьезные вещи. То есть одна из главных проблем освоения этой территории именно в отрежении инженерных вопросов, не вопросы, как там провести культурные, там фестивали, какие-то еще что-то. Ну понятно, сначала надо позаботиться об инфраструктуре, а потом уже развешивать коврики, это понятно. Параллельно, параллельно надо понимать, что все наши прекрасные предложения по жизни на этом острове, они будут связаны с необходимостью решения важных инфраструктурных вопросов, которые без города очень трудно решить. Вот инвестор на тот этап, частный инвестор, не в состоянии, даже мы говорили с такими грандиозными инвесторами, как Арас Агаларов, который там построил остров Русский, и, да, кстати, вот он интересовался, да, тоже продолжил этот интерес к этому, проект был большой. Но это все достаточно, вот этот момент гидротехнический, самый сложный в освоении этой территории. Максим, а сейчас есть инвесторы, которые заинтересованы? Они к вам обращались? На сегодняшний момент мы, значит, я, может быть, расскажу, как это было. Значит, те инициаторы инвестиционной компании, они потеряли интерес вот несколько лет назад. Один где-то работает в Италии, другой, так, он руководит большой компанией в Словакии и так далее. Сейчас вот это время же, проект, он же не двигался. И вот только сейчас, неделю назад, появилась вот некая информация о том, что власти хотят его, так сказать, вновь вернуть в реальность. И только вот сейчас мы начинаем эту работу по новому кругу, к привлечению инвесторов и архитектора таких культурных вещей. Максим, вы упомянули вот что-то вроде круглого стола какого-то. Что-то будет в Нижнем подобное когда? Мы сейчас запланировали вместе с вашими активистами, с Мариной Агнатушкой и с архитектором провести в Нижнем Новгороде круглый стол по обсуждению и концепции освоения острова, и инвестиционные вопросы, и инфраструктурные. 18-го во вторник вот приглашаем вас тоже, может быть, как информационного спонсора на этот круглый стол. Прекрасно. Я думаю, что эту информацию мы впервые слышим в Нижегородском медиа. Уже анонсировали в эфире. 18 числа. Мне кажется, вот те спикеры, которые звучат сейчас в эфире у нас, могли бы составить хорошую кампанию тому круглому столу, который будет уже чуть позже у нас в столице Приволжья. Спасибо, Максим, большое. Но мы еще одного человека в нашу студию приглашаем. Известнейший нижегородский эколог Асхат Каюмов появляется в нашей студии. Асхат, здравствуйте. Присаживайтесь. Добрый день. Я думаю, что нашли время для нас. Асхат, вы, наверное, за зелень. Вам нравится сейчас, как выглядят гребневские пески? Вы за зелень в хорошем смысле этого слова. Давайте так скажем. В естественном смысле этого слова, да. Я бы сказал, вообще не понимаю, зачем. Что-то менять. Да. Ну, то есть, ну вот зеленый кусочек образовался, да? Угу. В центре города. Неприбранный глаз, говорят, не радует. Что значит, неприбранный? Хочется все, как вот набережную, например. Ну, то есть, все сравнять и бетоном заложить. Ну, это уже отдельно, как предложено. А давайте не бетономо и не сразу вот так резко, а посмотрим видео 1974 года, как выглядели гребневские пески тогда, когда это было территорией для отдыха. Съемки, да. Очень неприбранно выглядят. Ну, на самом деле, текий пляж. Вот правда, да? То есть, есть какая-то песчаная коса. Вот кто чего смог, принес на это место, по большому счету. Ну, ребят, ну, это песок, это зона отдыха. Где-то там наши телезрители знакомятся. И выглядит это лучше сейчас, чем многие другие пляжные территории. Ну, много народу, кустарника практически не видно. Асхат, вот с точки зрения экологической, вот то, что тогда было, это и то как-то странно, да? Не совсем. Ну, знаете, как бы мы наблюдаем естественные процессы, да? Это же не искусственный кто-то посадил на острове. То есть, была песчаная территория, да, использовалась как пляж, а сам там был. Все разговоры сейчас, это, в моем понимании, скорее ностальгия тех, кто когда-то вот, ну, стандартно нам нравится, как было в молодости. Но глава региона не был у нас здесь в молодости, не видел, как было. Ну, у нас полно народу, кто ему рассказал, как там было прекрасно, это нормально. Вот, дальше, естественным образом, остров зарос, да? Мы можем его почистить, можем насыпать песок, дальше он снова начнет зарастать. А давайте посмотрим, как сейчас выглядит, 2017-й год, съемки, как выглядит, и продолжим беседовать вот как раз на этом фоне. Ну, это прямо вот под Канаинским мостом, то есть, абсолютно непробиваемый кустарник. Мне кажется, невозможно сейчас пройти с одного берега этого острова, насквозь на другой. Вы там были, вот когда вот это все образовалось? Ну, сейчас туда еще особо не попасть. Лодочка резиновая. Ну, да, только как бы на подручных транспортных средствах. Но я в этом не вижу ничего плохого, собственно. Вот сейчас, вот оно растет, да, кому оно мешает? Ну, в общем-то, никому, наверное, только с эстетической точки зрения. А с эстетической точки зрения вы считаете, что кусочек естественной зелени хуже, чем выбритая и выстраженная? Но ведь можно, можно ведь наверняка оставить кусочек в парке, вот то, что там растет, просто прибрать, сделать пару долгов. Теоретически можно сделать там зеленую зону, да, рекреационную, проложить дорожки, да, там. Но, согласитесь, ни одна маша с колясками не потащатся туда гулять. Ее около дома надо, а не на площадь Ленина. Ну, а с детьми чуть постарше, можно было бы, наверное, прогуляться. Но, согласитесь, мы даже на своем садовом участке не оставляем траву по пояс, мы все равно ее скашиваем. О, разные бывают участки. Разные бывают участки. У меня есть сотрудница, у которой получастка просто лес, она там за грибами ходит. Вы представляете, поле, там раз, и пучок леса растет у кого-то. Ну, давайте с экологической точки зрения поймем. Лучше оставить, это будет лучше. С экологической точки зрения, чем меньше мы трогаем кусочки, которые в естественном состоянии, тем лучше, да. Для города это на сегодня, ну, какой-то небольшой источник кислорода. С точки зрения использования под рекреацию, ну, так как остров четко показывает, что он как бы склонен к зарастанию, да. То есть это постоянная какая-то такая текущая работа по поддержанию в таком полуискусственном состоянии. У нас с вами огромное количество мест в городе, нуждающихся в благоустройстве. Ну, тот же парк Швейцарии, например. Да, и мы хотим еще один объект ввести в этот список нуждающихся в благоустройстве. Давайте сначала наведем порядок с тем, что есть. У нас в парках много где надо навести порядок. У нас вот такие заросли мы можем с вами во многих так называемых изеленных территориях общего пользования найти, да. Там, где по уму уже место выделено под рекреацию, под отдых, под то, чтобы люди могли там посидеть на скамейке, подышать воздухом. Я не понимаю, зачем лезть на новую территорию, когда мы не в порядок на старых. Наведите порядок на том, что есть, а потом... Ну, в городе масса нет. Мы услышали вас. До 30 сентября каждая Нижегородица может высказать свою точку зрения. Вы попытаетесь как-то достучаться до главы региона со своей позиции? Или если захотят, то власти сами спросят у экологов? Нет, мы готовы высказывать мнение, да, но на сегодня, вот в моем понимании, вот настолько неактуальная тема. Вот в городе столько с зелеными те же насаждениями узких и важных вопросов, да, в городе столько проблем с благоустройством. А вот я только сегодня приехал со Челковского хутора. Красивый был нарисован проект, но пришли ребята с бульдозерами и благоустраивают так, что лучше бы не лезли. То есть вам не нравится результат работы сейчас? А, мне не нравится исполнение. Одно дело красиво нарисовать. Задумка была хорошая, а исполнение страдает. А исполнение страдает, потому что люди не умеют благоустраивать природные территории. Не рубите дерева, не рубите. Они умеют строить дороги, Москва-Вракута, да. А аккуратно и точечно, качественно работать в природные территории, нам в этом надо учиться. А на Челковском хуторе такие дороги не нужны, в этом нет необходимости. Мы накануне вышли на улицы Нижнего Новгорода и поспрашивали нижегородцев, а нужно ли что-то менять с этой территории. Гребневские пески заговорилось уже. И вот, что нижегородцы ответили. Как-то благоустроить, чтобы прогулочную зону сделать для людей. И ничего больше, никаких, естественно, ни домов, ни высоток, ни торговых центров, ничего. Спортивный комплекс, почему нет, конечно, очень было бы хорошо. И дебаркатер плавучий, и какое-то занятие для детей. Красивые виды, и можно было бы сделать что-либо для молодежи, может быть, или для более старшего поколения, возможно, парк был бы идеальным местом. Что-то экзотическое, то есть, чтобы туда можно было добраться на воде и уплыть оттуда на воде. Вот, ну, что-то для молодежи, чтобы туда детей можно было привезти, погулять, отдохнуть как-то вот. Ну, что-то такое именно для культурного отдыха. Я бы оставила остров, чтобы было побольше природы, деревьев, и как все гармонично, как есть. Мне все нравится. Есть еще в догонку пару реплик наших телезрителей из Фейсбука. На склоне в жару такой горячий песок, что босиком еле добежали до тени, чуть сердце не выскочило. И вот также, согласно Асхатам, Роман пишет, пусть хоть одно место в городе будет, где птицы могут спокойно гнездиться без человека и крыс с кошками. Пока вот шел опрос, Асхат мне на ушко сказал еще одно опасение по поводу инвестирования средств. Скажите всем, не только на ушко. Ну, что, не скрываем, да? На самом деле, понятно, что если это будет инвестор, то это не будет объект массового отдыха. Открытый такой свободный территорий. Он же должен будет инвестору, как это говорят, отбить назад деньги. То есть это будет как бы какая-то форма плата. Так, пусть там стоят ларьки с мороженым, а территория вокруг будет. Там таких денег надо, что ларьком с мороженым не отобьешь. Там мороженое должно быть около мороженого. С кричительным мороженым хорошо. Да, там мороженый с крыльником будет только если, да. Вот, на самом деле, понятно, что если сторонний инвестор, то это будет все-таки некая элитная... Очередной элитный яхт-клуб, боится, что так получится. А если это делать для людей массово, то это бюджетные затраты, постоянные. Потому что, как вы видите, там и сейчас все меняется. Мы построили метромост, мы изменили водные потоки, их конфигурация. И остров сейчас расширяется, это всем видно. Он, так сказать, растет в сторону метромоста. Вот, кстати, об этом мы хотим прямо сейчас поговорить. У нас есть еще один гость. Это доцент кафедры водных путей и гидротехнических сооружений Волжского университета водного транспорта. Дмитрий Мильцин к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Вот Асхат нас пугает. Во-первых, говорит, что мы зря, конечно, все собрались, потому что что обсуждать-то, да? А с другой там что-то происходит. А с другой стороны, ведь эти проекты, которые вот сейчас мы рассматривали, они были до того момента, как у нас появился метромост. С возникновением этой конструкции, этого сооружения, что-то изменилось для территории Гребневской пески? Да, несомненно. Надо сказать, что река — это всегда живой организм, что мы с вами не с улицей имеем дело, когда у нас все постоянно построено, ничего практически не меняется. То есть если сейчас проекты сравнивают, допустим, с 70-ми годами, когда у нас был старый пляж, то теперь многое изменилось. После строительства метромоста, в связи с тем, что строительство проводилось по определенной технологии, сужали, насыпали дамбы для формирования опор, то произошло перемещение немножко потоков. И, допустим, по протоке Гребневского, как раз между Гребневским каналом и Левым берегом, у нас прошел большой поток и достаточно серьезно размыло этот канал. То есть сейчас там глубины порядка 70 метров. 70 метров на… 7-10. А, 70. Я уже за сердце хватает. Нет, нет. 7-10, хорошо. Да, да. И, допустим, если мы сейчас говорим о формировании пляжной зоны, то, в первую очередь, здесь же важны вопросы безопасности. Естественно. То есть когда у нас есть очень узкая протока с достаточно серьезным течением и с большой глубиной, то формирование, например, пляжной зоны с этой стороны, со стороны левого берега, как бы вот от острова, оно довольно затруднено будет. Вот. Со стороны правого берега острова вполне возможно. Но изменение, как таково сейчас, флоры всего острова, то есть если мы сейчас говорим о вырубке всех лесов, приведет к формированию просто песочного острова. Ну, как мы видели. Да, осередка, так называемого. Это может привести к чему? Поскольку мы не насыпаем территорию слишком сильно до каких-то незатопляемых отметок, до уровня площади Ленина, как сегодня уже было сказано, то это может привести к тому, что река начнет переформировать остров. Вот. И могут начаться русловые процессы. То есть наш остров... Подождите, а у чиновников уже будет схема. Уже остров вот он закреплен. Да, да, да. Он может куда-то уйти. Куда? Где? Почему не согласованные перемещения острова? Поэтому заранее 100% спрогнозировать эту ситуацию довольно сложно. Это все требует каких-то определенных исследований. Нужно смотреть, что и как. А может просто в бетон все это закатать и ничего никуда не переместиться. В бетон, несомненно, но и пляжная зона тогда будет совсем не такая, как, наверное, хотели бы ее видеть жители. То есть любое там какое-то капитальное строительство здесь имеет свои сложности в плане затопляемости территории, в плане отсутствия инфраструктуры, инженерной, как сегодня уже говорили. Если мы полностью с вами остров сейчас преобразуем в песочный исключительно, то, возможно, какие-то проблемы. А какие именно? Ну, то есть как раз связанные с тем, что остров может менять свои очертания, может куда-то смещаться, еще что-то такое. Ну, ты, например, представитель властей, например, сделала площадку волейбольную, открыла ее, значит, ленточку перерезала в субботу, а в понедельник приходишь там вода, и там водное поле уже. Ну, конечно, это не так уж произойдет моментально, чтобы с пятницы до понедельника все смоет. Но обычно это все происходит, переформирование весенней периода какие-то, когда у нас лед, высокая вода. Вот после этого, то есть, да, например, мы осенью оставили пляж в одном виде со всеми площадками, а на следующую весну рискуем получить уже совершенно… Какое хорошее вложение. Нет, можно каждый год выделять деньги и переделывать. Я думаю, что это даже очень интересно. А в какой-то есть ли ситуации? Конечно, нельзя сказать, что так обязательно что-то произойдет или обязательно что-то переформируется. Просто этот вопрос как бы необходимо учитывать. Если действительно будет конкретный проект, допустим, об устройстве берега или об устройстве пляжа, то это вполне все можно делать. Даже те проекты, которые мы сегодня с вами видели, вот, например, они же не предполагали устройство из всего острова целиком одной пляжной зоны. То есть, например, формирование пляжной зоны вдоль одной стороны острова или в какой-то его части, оно не повлечет за собой каких-то таких вот последствий с точки зрения гидрологического режима, например. Поэтому, возможно, есть смысл задуматься о том, что в каком-то районировании территории именно и выделение пляжной зоны… Часть все-таки в бетон, часть все-таки в пизон. Нет, в бетон там, скорее всего, ничего вообще не нужно закатывать. Потому что если мы говорим про бетон и про какие-то серьезные капитальные строительства, то это в связи, опять же, с затопляемостью территории необходимо будет подсыпать остров. Это и совершенно другой уровень капиталовложения тех же самых. Ох, так и останутся у нас, по желанию Асхат Каюмова, те самые зеленые Кривневские пески. Хоть где-нибудь птицы поживут, да? Хоть где-нибудь. Я, кстати, и, по-моему, ты тоже однажды видели цаплю пролетающую. А они туда прилетают есть? То есть там можно их найти где-нибудь? А там нас с вами нет. Территория не тронута, заботливая рукой человека, да? Там идут естественные процессы. Соответственно, там у большого количества животных нормальная естественная кормовая база. Они туда прилетают. Прекрасно. Поедят и улетают, что нормально. Уважаемые телезрители, если вы хотите увидеть цаплю в естественной среде обитания... Пока еще. Пока еще, то вам надо купить резиновую лодку и переправиться на Гривневские пески. Мы поняли. Но вы, господа эксперты, наверняка смотрели на подобные территории в других регионах, в других областях нашей большой страны. И мы предлагаем вам сейчас поразгадывать такие территории. У нас есть города, в черте которых, естественно, протекает река, и там тоже есть острова, которые используются, либо не используются местными жителями по-разному. У нас есть несколько изображений, которые мы будем показывать. Ваша задача попытаться угадать в каком-то российском городе. Готовы? Это российские города? Конечно. Это российские города, да. Да, там будет легко и будет сложно. Давайте первую картинку мы покажем. Может быть, даже объяснять не надо, что это? Не узнали? Вы так сразу угадаете? Нет, нет вариантов. Хотя бы какая река, как вы думаете? Задумались, задумались. Это остров на Волге, хорошо. Давай, посчитаем. Образовался он в 1639 году в результате проведения гидротехнических мероприятий на древнем русле Волги. Ранее он носил название Телячий, Песчаный, Рождественский. А нынешнее свое название получил еще в XIX веке. В озерах острова водилось, много водяных черепах, которые жители этого города называли жабами. Кстати, этот город можно видеть на фотографии. Это Волжский город, не так уж и далеко от нас. Появились ли какие-то варианты у нас? А остров Поджабный. Отличное название. Давай отдохнем на Поджабный. Махнем в эти выходные на Поджабный. Поедем к жабкам. Но это другое немножко, это не совсем про остров. Нет вариантов, я так понимаю? Что-то нет. Ну хорошо, значит, если у нас нет вариантов ответа, давайте скажем, где это. Это, друзья, Самара, матушка. Именно там находится этот остров. Там, на самом деле, очень много островов. Мы когда выбирали... Вот в таком зеленом виде вам нравится, опять же? Все правильно? Вполне. Вам здесь есть спайка? Я обращаю внимание, что в отличие от Нижнего, Самара не охватывает этот остров со всех сторон. С одной стороны. Самара на одном берегу. То есть не тут... Самостоятельная территория такая. Вполне самостоятельная территория. В отличие от нашего. Не так интересно. Давай следующую. Переходим к следующей картинке. Давай посмотрим. Мы увидим, может быть, наши гости смогут понять, где это. Это тоже Волжский город. Это город Саратов. Абсолютно верно. Я могу вам бы сказать, что в Саратове исторически сложилось, что там как раз центральный городской пляж расположен на острове, расположен между двумя городами. Саратов и Энгельс на двух сторонах реки Волги. И, в общем-то, там исторически сложившийся очень большой пляж. Ну, появился он по-моему, немножко. Причем он искусственно насыпанный, насколько я знаю. Ну, может быть, увеличенный несколько искусственно. В общем-то, там не очень удобно с точки зрения транспортной инфраструктуры. Там запас моста есть. Там с моста можно спуститься. Да, я знаю. Вы там были, что ли? Мы нашим зрителям еще рассказываем про это. Я оттуда родом, скажем так. Там просто проблема в том, что людям, допустим, приходится либо пешком переходить через мост, чтобы туда добраться, либо как-то транспортная некоторая сложность, доступность территории. Но, с другой стороны, полностью все очень удобно для людей. В общем, пользуется популярность. Такое появилось у нас в Нижнем Морке. Асхат. Приемлемо? Хотите такой, езжайте в Саратов. Вот я прочитал на лице. Я понял. Вот же вам Саратов, пожалуйста. Что вы здесь? Совсем рядом, да. Хорошо, тогда переходим к следующей картинке. Это очень легко. И это тоже российский город. Я думаю, что даже не нужно будет ничего объяснять. Здесь все очень узнаваемо. Знаете, где это? Москва. Да, абсолютно верно. Это Москва. А может быть, название острова подскажете тогда? К сожалению, нет. У него много названий. Он как Жорж Милославский. Валчук, Садовники, Болотный остров, Безымянный, Кремлевский, Золотой. Историческая местность Москвы фактически является искусственным островом на Москве, образованным при прокладке водоотводного канала по Старице реки Москвы. Ну, в общем, экскурсии в Москве вокруг этого острова катают только так. Я думаю, что многие наши телезрители... Дмитрий, у вас есть история на каждой, видимо, острове. Нет, я только знаю, что там, по-моему, находится шоколадная фабрика. Выслужка Ешка, мы поняли. Раз вам такое запомнилось. Следующий. И еще один кадр. А это сложно наверняка. А может быть и нет. Нет предположений, где это? Это Россия. Россия страна большая. Но не центр. Но не центр, скажем так. Нет вариантов, да? Это самый крупный остров на этой Сибирской реке. На остров можно попасть через автомобильно-пешеходный Октябрьский мост и пешеходный мост. Город с двух сторон, кстати, обращаем ваше внимание. Также существует полуразрушенный велопешеходный мост с левого берега. Есть планы построить на его месте новый. Площадь острова составляет около 7 квадратных километров. Итак, как вы думаете, где это? Ну, раз Сибирь, уж подсказали, Сибирская река, там не так уж и много вариантов, и не очень много городов. Не так много городов, да, крупных достаточно. Ну, какие есть варианты? Крупный сибирский город. Что-то сложно сказать. Сложно сказать, Асхат тоже без вариантов. А это Енисей, река и город Красноярск. Он вытянутый вдоль этой реки, и действительно остров там вот это впечатляет. Ну и вообще Енисей довольно мощно выглядит в этом месте. Вот он, город Красноярск. Я думаю, что Асхат сейчас просто составляет карту, куда съездить в будущем. С экологическими экспедициями, возможно. Нет, ну а что, нормальный остров. Вот тут тот вариант, как в Москве, вполне приемлем. Да. Красноярск, чтобы он не рос вширь, а осваивался внутрь. То есть балчик это все-таки к нам ближе в этом плане, как в Москве. Московский вариант, да? Нет, вот сюда лучше московский вариант. Пусть расстраиваются, да? Перенесем в Москву в Красноярск. Он просто большой, да? Здесь места хватит всем, и инвесторам, и тем, кто любит. Отстраиваются. Они там, ну, видно, что они там осваивают. Да, да, да. Огромное количество застроенных. Там садовые товарищества, которые периодически подтапливают, в общем, они жалуются. Ну, это нормально. Хорошо. У нас есть еще и звонки от наших телезрителей. Светлана Юрьевна позвонила, говорят, что должна быть зона отдыха с пляжем. Александр Николаевич говорит о том, я помню, что в советские времена к нам в город приезжали артисты, из сериала «Следствие ведут знатоки». Вот это да. И сойдя с поезда, они пошли купаться на Гребневские пески. Вот это какие интересные кадры. Жаль, не осталось кадров того времени, мы бы непременно все это показали. Движемся к итогам нашего разговора. У нас опрос ВКонтакте. Мы готовы подвести его итоги. Последние данные у нас вот таковые. Мы спросили, что можно было бы разместить на Гребневских песках, и предпочтение нижегородцев делится таким образом. 15% и это аутсайдер. Кафе, рестораны, причалы для яхт. Ну, понятно. Частным инвесторам доверия нет. Как говорил Асхат, они начнут отбивать затраты. И территория будет закрыта. Не надо. Дальше. Третий наших зрителей выбирает вариант парк с прогулочной зоной. Там необходим 35 даже процентов голосующих. И вариант лидер. 50%, ровно половина ваших голосов за пляж и спортивные площадки. Вы бы, если бы голосовали за вариант... Дмитрий, вы бы за какой вариант проголосовали? Я бы проголосовал за пляж, потому что считаю, что в Нижнем их действительно не хватает, несмотря на то, что мы на реках с вами живем. И это был бы самый простой вариант. Просто это такой проект социальной направленности, поэтому, наверное, он для инвесторов не несет должного. Вряд ли он реализуем. Да. На этих ваших песках. Асхат, а вашего варианта нет, да? Мы опять упираемся, да. Потому что мы упираемся в то, что или это некие инвестиции и элитное удовольствие, или это постоянные бюджетные затраты. Но вот я все равно выхожу из того, что в ситуации, когда в городе масса еще мест, которые мы не привели в порядок, придумывать новые места... А может туда экологические экскурсии водить, Асхат? Как думаете? Не знаю. Экскурсии на надувных лодках. Люди от площади Ленина в 8 утра отчаливают и идут в сторону... На весь день. И на весь день. И там и цапли, и кто там еще есть? Хорошая мысль, да. Не исключено, что там... На самом деле мы там наверняка увидим массу всего интересного с точки зрения живой природы. Потому что остров недоступен заботлой руки человеку уже много лет. Жизнь там идет своим путем. Птицы осваивают территорию, да. Там млеков там особо нет, а вот птицы реально осваивают. Ну вот. А вы говорите, обсуждать нечего. А может быть это место для фотоохоты? Туризм? Еще один вариант. Можем нафотографировать огромное количество птиц в их естественной среде. Прямо в городе. И не надо никуда далеко не влезать. Вам надо по 17-го числа приходить на круглый стол, который... И отстаивать свою точку зрения. Спасибо. Но на самом деле у меня переживания только одни. Как бы это ни осталось, опять на уровне разговоров. Потому что мы с тобой можем через два года вернуться в эту студию и показать еще один принтскрин, как это было в 2018-м. Ну ладно тебе, набережную-то доделали. У нас время новостей наступает, и в студии появляется Ольга Максимова. Оль, уступаем. Спасибо, Оксана Илья. Это «Время новостей». Банковские автоматы в России перестали принимать пятитысячные. Причина – массовый вброс фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей. Ущерб пока не оценен, однако информагентство пишет, в среднем каждый банк мог потерять до нескольких миллионов рублей. Похожая ситуация происходила в стране около пяти лет назад. Предупреждение не принимать крупные банкноты поступило в банки от компании-производителя банкоматов НСР. Теперь, отвечая на вопрос, какими купюрами вам выдать деньги, наверное, лучше не стоит выбирать крупными. Стоит отметить, это касается только старых моделей банкоматов. Возможно, этот случай приведет к их замене. И о победном дебюте Нижегородского торпеда далее в нашем сюжете. Пас парашют через всю площадку от Филиппа Хольма, прямо на клюшку Дениса Паршина, несомненно, войдет в аналог АХЛ. А для питерского СКА этот гол стал настоящим пыльным мешком по голове. Северные армейцы по ходу матча ввели 2-0 и 3-1. Но автозаводцы словно не замечали отставания в счете, а просто методично его корректировали. По сути, гости выиграли только первый период, а в оставшихся доминировали исключительно нижегородцы. 26-я минута Саболич, 38-я минута Галузин на 57-й. В большинстве Антон Шенфельд сравнивает счет. Ну а точку в матче поставил уже озвученный ранее Паршем. И на это, согласитесь, можно смотреть бесконечно. В 4-3 победа торпеда и уже завтра на льду Нагорного принимаем Минское Динамо. Глава региона Глеб Никитин сразу после победы торпеда пришел в раздевалку игроков и лично их поздравил. Нижегородцы показали настоящий бойцовский характер, заявил глава региона. Спасибо огромное, что не подвели. На самом деле это действительно подрастающий бойцов. После победы в дебютном матче сезона общие фото на память. А к этому часу у меня все. О самом интересном и актуальном расскажем в 17.30. Итоги дня подведем в 19.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин